Всем привет! Сегодня очередной жаркий и солнечный день в Паттайе. Мы сейчас находимся в районе Джамтиен. Мы приехали для того, чтобы познакомить вас с новым проектом, который называется DoSit Grand Park 2. Это уже знакомый нам застройщик DoSit Group строит свой очередной резорт, который будет находиться в районе Джамтиен в 800 метрах от моря. Погнали! Мы сейчас находимся в офисе продаж этого проекта. Здесь представлены макет и планировки квартир. Но вообще в двух словах хотелось бы рассказать о этом застройщике. Это уже знакомая нам компания DoSit Group. Они занимаются строительством порядка 10 лет. На сегодняшний день у них есть сданный в эксплуатацию поселок Баан-Дусит, который в простонародье называется русской деревней. Ну попросту, потому что там было очень много русских покупателей. Также это ребята построили DoSit Grand Condo. Это высотный проект на Джамтиене и DoSit Grand Park. Все эти комплексы мы уже делали обзоры, по ним они есть у нас на YouTube-канале. Поэтому переходите на наш канал, просматривайте все эти видео. У вас будет представление о портфолио о этом застройщике. Но сегодня мы говорим о DoSit Grand Park 2. Итак, начнем с макета. Как я сказал, это будет резорт. Здесь большая территория, на ней будет находиться 5 корпусов. Если вы смотрите не первый раз наше видео, вы уже все знаете, что бассейны, охрана, видеонаблюдение, парковка, инфраструктура, все это находится в каждом проекте в бесплатном пользовании для всех жильцов. Как я уже сказал, этот комплекс относится к типу резорт. То есть это крупный проект с крайне развитой инфраструктурой, с огромной акваторией. Все, что видите в центральной части, все, что с синем на макете изображено, это зона бассейна. Внутри у нас огромный бассейн, а вот здесь отдельно зонирована детская зона. То есть это не глубокий детский рягушатник. Здесь зона для загара и отдыха, и отдельно вынесен тренажерный зал и сауна. Мы сейчас с вами находимся вот здесь, ориентировочно, вот здесь в офисе продаж. Здесь будет находиться клубный дом, где располагается офис управляющей компании, где также есть русскоговорящий персонал. Сюда можно обратиться по любым вопросам, сдать квартиру в аренду, заселение, выселение арендаторов, оплатить свет воду. В общем, все то, с чем арендаторы, либо владельцы квартир сталкиваются повседневно, решается здесь, в офисе управляющей компании. На крышах площадки с озеленением. То есть крыши в Таиланде не закрываются практически во всех комплексах, они открыты для всех жильцов. Крыша оборудована, на них будет зона для загара и отдыха, стоит мягкая мебель. Естественно, территория комплекса, она ограждена, везде есть охрана, видеонаблюдение 24 часа в сутки. Парковка здесь идет подземная и движение транспорта по территории комплекса, оно вообще отсутствует. Очень удобно, особенно для тех, кто приезжает с маленькими детьми. То есть на территории комплекса есть только пешие прогулочные дорожки. По макету у нас все, идем смотреть самую маленькую квартиру, идем смотреть студию. Это самая маленькая квартира, которая есть в DUSIT PARK 2, студия в 25 квадратных метров. Как и во всех предыдущих проектах, DUSIT PARK 2 будет сдаваться с полной меблировкой, со всем пакетом встроенной и электротехники. Все, что видите на видео, входит в стоимость за исключением постельного белья и посуды, каких-то мелких декораций. Но холодильники, телевизоры, микроволновки, вытяжка, полностью готовый санузел, балкон. В общем, все, что есть здесь из техники, все входит в стоимость. Здесь у нас шкаф. Ну, DUSIT всегда, в принципе, отличался высоким качеством строительства. Они с каждым своим проектом прям заморачивались по дизайну. Ну, и вот DUSIT PARK 2, ну, по крайней мере, мне визуально нравится гораздо больше, чем предыдущие проекты. Хотя и первый парк, и DUSIT Grand Condor View сделаны очень красиво. Везде есть обои, везде изобретали какие-то там нестандартные, необычные для Таиланда декорации. Но здесь все как будто стены в мраморе. Очень клево, очень красиво сделано. Вообще, DUSIT молодцы, то, что держат марку. Год от года, проект от проекта, они не сокращают квадратуры в своих комплексах. Они не делают так, как некоторые застройщики поступают на сегодняшний день. То есть, учитывая, что строительство развивается в Таиланде очень высокими темпами, строится много проектов, земли становится все меньше и меньше. И каждый новый участок земли, он выкупается застройщиком за большие деньги. Как результат, земля стоит дороже, комплексы стоят дороже, и многие застройщики сокращают квадратуры. То есть, на сегодняшний день есть комплексы, которые будут предлагать своим покупателям студии в 20 квадратных метров. Односпальные в квартире 25 квадратов. Но DUSIT до сих пор держит марку. Если это студия, значит 25. Если это односпальная, то это от 35. Двуспальные от 60 и так далее. То есть, в этом плане они молодцы. По ценам, на сегодняшний день самая недорогая студия в DUSIT PARK 2 стоит 2 миллиона 100 тысяч бат. О том, как формируется рассрочка и система платежей, я расскажу чуть позже. А сейчас идем смотреть односпальную квартиру 35 квадратных метров. Это one bedroom. Ну или по-нашему квартира с одной спальней. Опять же, DUSIT мне всегда нравились тем, что они строили квадратные квартиры. Бывает, ты рассматриваешь односпальную квартиру с одинаковой площадью, 35-37 квадратов, но одна сделана просто как два коридора, прямоугольная. И в ней эта площадь не ощущается. DUSIT делают квадратную планировку и за счет этого места визуально кажется больше. Но при всем при этом квадратура не совсем большая. Очень похожа планировка на DUSIT Grand Condo, то есть на DUSIT башню. Похожая очень кухня, также идет выход в туалет, выход в душевую с общей зоны, то есть не нужно через спальню ходить. Очень удобная фишка. Безусловно, в каждом комплексе, в каждой квартире есть двери, просто в шоурумах двери никогда не ставят для удобства. Как и в предыдущих проектах, в DUSIT PARK 2 по стандарту идет расхлопной диван в зале. Это реально очень удобная фишка, потому что, как правило, приезжает в односпальную квартиру 3-4 человека. Всех их можно спокойно разместить в такой квартире. Про то, что в каждом комплексе, в каждой квартире, даже в самой маленькой, есть балкон, я не говорю. Это само собой разумеется. Давайте мы глянем спальню. Очень, очень похоже на DUSIT Grand Condo, то есть на DUSIT башню. Похоже по планировке, по положению вообще, то, что находится там. Туалетный столик, шкаф. Все похоже по планировке, но чувствуется, что в этот раз заморочились с дизайном. В моем представлении такой дизайн получился гораздо интереснее, гораздо красивее, чем в предыдущих проектах. Молодцы! Мне очень понравилось, какую они выбрали сантехнику. Вот здесь не совсем стандартные смесители. Например, вот так, когда находится в таком положении ручка, это означает, что вода идет температурой 38 градусов. Таким образом, можно сделать воду холоднее или, наоборот, повысить температуру. Вот переключатель. Тоже все сделано очень стильно и красиво. Это переключение между душем и тропическим душем. По факту, ну, это такие несущественные мелочи, но из них и как раз складывается эта общая картина. В моем понимании это очень важно. Во многих комплексах в Таиланде блоки компрессоров от кондиционера устанавливаются вот сюда, на стенку балкона. Есть просто неприятный в этом момент в том, что поток горячего воздуха остается здесь. Когда кондиционер в квартире включен, горячий воздух циркулирует здесь по балкону. Но в Дусит Парк 1 и в Дусит Парк 2 компрессоры установлены на фасаде здания и они дуют от комплекса. Опять же, мелочь, но очень грамотная. По односпальным у нас все. На сегодняшний день самая недорогая квартира с одной спальней. Здесь стоит 2 миллиона 415 тысяч бат. Сейчас идем смотреть 2-бедрум. Итак, это 61 квадрат. Это квартира с двумя спальнями, ну или по-нашему трехкомнатная. Начнем с кухни. Кухня небольшая, но довольно функциональная. Очень много встроенной мебели, техники. Кухня более чем приличная. Вот даже застройщик показывает обязательный элемент новоселья. Кстати, чуть не забыл-то, самая главная фишка этого комплекса. Это ноу-хау, который я еще в Паттайе не встречал в других проектах. Система «Умный дом». Что это значит? На телефон можно будет установить приложение, без разницы, какой у вас, айфон или андроид. Есть приложение, которым можно управлять вашей собственной квартирой. Например, вы возвращаетесь с пляжа, с островов, возвращаетесь домой, хотите, чтобы в квартире было прохладно. Вы прямо с телефона зашли, две команды нажали, заработали в доме кондиционера. Либо вы ушли из дома, куда-то собирались, либо вас отвлекли. Вы забыли выключить свет, забыли выключить, как в анекдотах, утюг или еще что-то. Опять же, зашли в телефон, выключили свет. То есть, всей электроникой, всей техникой можно будет управлять прямо с вашего мобильного устройства. Это гостиная спальня. Здесь вход в санузел уже идет с общей зоны. Можно как с залу зайти, так и с самой спальней. Спальня чуть-чуть меньших размеров, но опять же, есть шкаф и есть туалетный столик. Ну, либо там можно оборудовать как рабочее место. По ценам. На сегодняшний день самая недорогая квартира с двумя спальнями здесь стоит 4 миллиона 270 тысяч бат. Балкон более чем просторный. Опять же, у меня с глазомером так себе, но я думаю, здесь порядка 8,5-9 квадратных метров. И выход на него идет с гостиной. По рассрочке в DUSIT PARK все выглядит следующим образом. Сначала квартира бронируется депозитом в 50 тысяч бат. Далее в течение месяца идет оплата 20%. Следующие 40% покупатель оплачивает до момента сдачи проекта в эксплуатацию. То есть до второго квартала 2021 года. На сегодняшний день это порядка 30 месяцев рассрочки. График платежей, как всегда, формируется индивидуально с каждым клиентом. Кто-то хочет платить ежемесячно, кто-то ежеквартально. То есть здесь график всегда будет подстроен исключительно под вас. Остальные 40% покупатель оплачивает уже, когда проект готов. Вы приехали, приняли свою квартиру и забрали от нее ключи и документы на собственность. Так, по цифрам, рассрочкам у нас все. Мы сейчас с вами пойдем посмотрим, как выглядит уже построенный Дусит Парк 1, для того, чтобы показать вам вообще качество этого застройщика. И также посмотрим локацию, то есть где будет расположено. Посмотрим, что сейчас происходит на месте под строительством. Более того, у нас есть еще один очень приятный бонус для покупателей в этом проекте. Но об этом мы чуть позже. Об этом мы поговорим в самом конце. Солнце сегодня жарит просто беспощадно, поэтому, чтобы хоть что-то видеть, я одену очки. За моей спиной находится Дусит Парк 1. Это тот комплекс, который мы сейчас с вами пойдем посмотрим, для того, чтобы вы представляли, как строит этот застройщик. Но сначала перейдем дорогу, для того, чтобы посмотреть место, где будет построен Дусит Парк 2. Это шоу-рум, где мы только что смотрели макет и примеры квартир. А вот сам участок. Вот здесь будет стоять красавец Дусит Парк 2, прямо на этом месте. Как видите, сейчас идет первоначальный этап. То есть подготовили землю для строительства, потихоньку завозят технику. О чем это нам говорит? Правильно, о том, что сейчас идут стартовые цены. То есть это так называемый пресейл. Цены, так же, как и в Таиланде, наверное, как и во всем мире, с ходом строительства растут, растут, растут. В среднем в Таиланде динамика цен идет от 20 до 30%. Это я говорю от первоначального этапа строительства, то есть когда это просто поле, просто котлован, до момента его завершения, до сдачи в эксплуатацию. Так что приобретая апартаменты сейчас, у вас есть четкое понимание, у вас есть уверенность в том, что в дальнейшем, когда вы захотите продать эту квартиру, вы сможете еще с этого заработать как минимум 20%. Ладно, пошли смотреть Дусит Парк 1. Прямо на входе в Дусит Парк 1 стоят награды этого застройщика. Есть награда за строительство виллого проекта, за Дусит Гранд Кондо за высотку. Но конкретно за Дусит Парк могу сказать, что в 2016 и в 2017 году этот проект стал победителем в номинации «Лучшая доступная кондо на восточном побережье». Дусит Парк 1 был сдан ровно год назад, уже заселен, уже пользуется спросом с точки зрения аренды. Как вы видите, территория вся ухоженная, везде чисто, все газоны, все деревья пострижены. Дусит групп сами управляет своими комплексами и делают это реально на совесть. Мы сейчас с вами пройдемся по территории, зайдем в клубный дом. Это вот это двухэтажное здание, там расположен офис управляющей компании и спортзал. В самом центре комплекса зоны для самых маленьких, это неглубокий детский бассейн и водные горки. Дусит, у них как-то так всегда получается, что строят они по факту гораздо лучше, чем изначально заявляют. То же самое было с Дусит Высоткой, Дусит Гранд Кондо Вью, Дусит Парк. Я вот сейчас замечаю, что прошел год, уже дом сдан в эксплуатацию и он сделан реально круто, реально качественно. Поэтому я ничуть не сомневаюсь в том, что Дусит Гранд Парк 2 будет сделан еще лучше. Вообще у Дусита есть тоже очень правильная позиция, что они строят комплексы, даже несмотря на такие большие масштабы, несмотря на то, что это резорт, они стараются сделать минимальное количество квартир. У нас, например, в городе есть проекты, где полторы-две тысячи квартир на территории одного комплекса. В Дусит Гранд Парк 2 изначально было заявлено 919 квартир всего. Понятно, что часть из них уйдет на объединение и по факту будет квартир меньше. То есть территория большая, инфраструктура большая, но количество квартир меньше, чем в проектах, которые строили до этого или строят другие застройщики. Ладно, пойдем в спортзал. Спортзал, как я уже сказал, находится на втором этаже клубного дома. Здесь шкафчики для одежды, мужской и женский туалет. Как видите, все тренажеры все находятся в исправном состоянии. Можно приходить заниматься каждый день для жильцов, либо для арендаторов бесплатно. Отсюда молодые мамы могут приходить заниматься фитнесом, заниматься спортом и наблюдать за своими детьми, которые плещутся в бассейнах. А теперь самое главное – это бонусы. Дело в том, что мистер Баворн – это владелец компании «Дусит Групп», он наш давний друг. Мы тесно сотрудничаем с этой компанией уже много лет. Он предложил ближайшим пяти клиентам оплатить авиаперелет по тарифу Москва-Бангкок-Москва и также предоставить для покупателей в его комплексе, для новых клиентов, предоставить бесплатное жилье на период проживания до двух недель. То есть застройщик оплатит вам перелет до Таиланда, здесь вас встретит в аэропорту, привезет до апартаментов, на две недели дает вам бесплатное проживание при условии, что вы бронируете апартаменты в его комплексе. И все это делается для вас в подарок. Также не забывайте, что покупка онлайн через нашу компанию, но также безопасна. Мы делали видео о том, как это все происходит, можете посмотреть у нас на YouTube-канале. Если вы приедете, я с удовольствием встречу вас лично, расскажу про данный проект и все покажу воочем. Мы сегодня посмотрели с вами просто офигенный комплекс, который находится в Паттайе, в районе Джамтьен. На сегодня я с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok